Всех приветствую на своем канале. Я тут долго-долго-долго-долго несколько дней записывала свою книгу еды. Меня кто-то в комментах попросил на день или за несколько дней. Я не помню вообще как сам запрос назывался, обозвала ее книга еды. Наверное так примерно и было. В общем засняла я несколько таких видосиков маленьких, они у меня сейчас пока грузятся на ютуб, буду потом их сшивать. Там местами завтрак, местами обед, местами то ли ужин, то ли что-то в этом роде. Ну и сейчас вот я завершу, наверное, или точнее вообще с одной стороны это завершение, с другой стороны это вроде как предисловие. Тут я пью Ройбуш на самом деле уже вторую чашку. И вообще первая у меня была вот с этими конфетами мятными, но тут несколько осталось. И у меня там требуют, требуют, требуют этот АСМР, а у меня в голову ничего, 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 ничего не идет. И сладкого у меня уже практически кот наплакал. Но вот они так вроде как шуршат, и я постараюсь, в общем оставила несколько штучек, постараюсь потом записать это АСМР. Или вечером сегодня, или там в ближайшие дни. Ну и да, вот там на каком-то видео вы увидите, о ужас, то самое заплесневевшее варенье, которое там уже зеленой такой плесенью покрылось. И мне говорили его выкинуть, я просто тогда на него забыла. Вообще забыла, что оно мне в кадр попало. Конечно, я его уже выкинула. На самом донышке там было более-менее меняемое варенье. Мне просто хотелось попробовать, что же такое. По вкусу было все-таки как яблочное варенье. Почему оно заплесневело, для меня до сих пор остается загадкой. Но я тут разбиралась под окном. Это вот не знаю, как в остальных квартирах. Вот у нас в Угличе периодически в квартирах встречается на кухне такое вот как углубление. Ниша такая с дверцами и называется типа окно или под окном. Хрен его знает, как оно вообще называется. В общем, там две полочки. У нас там обычно что-нибудь такое хранится. И тут я обнаружила несколько баночек варенья, вполне меняемых. Вот я думаю, потом их окрываю. Даже, кажется, двухлетний черничный компот. Кажется так, потому что для варенья это все-таки как-то жидковато, а для компота там очень много ягод. В общем, я не поняла, что это, но то, что это черника, это 100%. Я его попила немножко, думаю, может, потом сделала кисель. В общем, у меня в этой книге еды будет кисель клюквенный, потом пара супов. Супов один с красной фасолью, другой харчо. В моем понимании. Конечно, я, кажется, помню, мама делала харчо, и, кажется, он должен быть острый или что-то в этом роде. Но Маша Яковлева мне сказала, что как-то я его сделала месяца три назад, и она сказала, ой, да, это харчо. В общем, он мне не особо острый, там только чесночок присутствует. Еще что-то там кашка манная, кажется, еще какой-то салатик, и даже этот обычный творожок с бананчиком, купленный в обычном магазине. В общем, примерно как-то так. Ну, я думаю, я выполнила запрос человека, который это просил. И если вы досмотрите это до конца, там, на самом деле, совсем немножко, ну, максимум, может, 10 минут, не знаю, сколько я еще тут проговорю, то мне будет, конечно, приятно, потому что мои труды все-таки и мое время не пропадет зря. Ну, в общем, приятного просмотра, и я, наверное, с вами прощаюсь, потому что после условия вряд ли я буду записывать. Кусочек видео для влога про еду. Я тут сегодня купила огурчик. Так как томаты я не нашла вменяемого цвета, вида и размера, то я вспомнила, что у меня есть вообще томатная паста, очень неплохая. Ватру все куплены. Вообще-то производство я точно не знаю, чье. Не доставать мне еще с ней. Но она очень хорошая. Там реально вот одна помидорка и соль. В общем, я взяла сметанку, порезала два огурочка. Они, ну, примерно вот такой длины были. И положила где-то чуть больше чайной ложки этой томатной пасты и сметаной публической, кстати, 20%. Ну, соответственно, там еще соль вот помешала. Там я такой салатик. Я, правда, еще пока не пробовала. Но думаю, это должно быть вполне съедобно. А то у меня, ну, что-то, наверное, ближе к полднику или очень ранний ужин, или чуть поздний полдник. А это мой вчерашний рисик с грибочками. С рисичками. Такой. В общем, вот сейчас я этим буду себя почивать. Вот мой завтрак. Я еще не придумала. Возможно, я буду есть этот творожок вместе вот с этим вареньем. Походу, оно все-таки клюквенное. То, в котором был сиропчик. Ну, и вот этот бананчик. Он очень хочет, чтобы я его съела. Ну, и на чай у меня будет, скорее всего, вот этот улун, который я заварила очень-очень много. Я думаю, что он вполне себе уже чай. И к чаю у меня был вот этот творожный кексик. Вот я все-таки сварила этот клюквенный киселек. И даже маленькую чайку выпила. Ну, вообще, его надо было, наверное, процедить от этих ягодок. Ну, я уже в последний момент про это подумала. Тут у меня на говядине, на корове. Он в зимком плавает фасолевый суп. Из красной фасоли с томатной пастой добавила я. Хотела еще укропу положить и забыла. А я его уже сегодня немножко ела. Он тут подзастыл. Не знаю, я сейчас его снимаю, мне, думаю, отца его снова немножко поесть. Продолжаю свою книгу еды. Это у меня манная кашка. И добавила я в нее топленого какао. Плавленого шоколада, даже можно так сказать. Который я перевезла из Калининграда. Там был шоколад с грецкими орехами и лесными орехами. Черный такой шоколад. Совершенно без сахара. Здесь он у меня на свечке второй раз плавится. Вчера я его начала топить. Сегодня чуть-чуть его подплавила, чтобы он был более-менее жидким. Ну и можно было с манной кашкой его поесть. Вот тут у меня суп харчо, который вышел слегка густоват. В этот раз. Ну там еще был чесночок, но чесночок у меня еще в кастрюльке. Там еще и укропчик, но думаю, может еще и свежего укропчика положить. Сейчас как раз досада бегала. Суп на говядине, которое корова. Суп на говядине, которое я делал.